Сам проект «Шесть аргументов против смертной казни» предполагал, что будет отдельно по каждому аргументу, где-то пяти-минутные, шестиминутные ролики сняты. После того, как будут сделаны все эти шесть аргументов, они объединятся в один общий фильм. «Шесть аргументов против смертной казни». Вот сейчас я закончил пятый ролик. И остался шестой аргумент, это будет как бы бесполезность вообще смертной казни. Что она имеет в виду и зачем она? Бессмыслие всего этого. И после этого, когда будет уже «Шестой ролик», будет тогда уже общий один фильм, шесть аргументов, будет плавно переходить от одного аргумента к другому. Сложности в чем, что, во-первых, сама тема эта в Беларуси, она закрытая. Она как бы за семью печатями, никто об этом не распространяется. Очень сложно находить информацию по этому вопросу. Такая проблема, что, в принципе, очень сложно достать такую статистику, сколько человек было казнено. Это тоже засекречено. Время никогда не указывается, место захоронения не указывается. У нас в Беларуси даже многие люди не знают, что у нас сейчас существует смертная казнь. Много молодежи думают, как что и в Европе, и везде ее отменяют. Вообще, цель всего этого – не то, чтобы на людей оказать какое-либо влияние. Ну, я считаю, это неправильно, когда вообще документалистика пытается на людей оказать влияние. Моя цель – просто донести людям информацию. А уже получив эту информацию, каждый человек, в общем, вправе решать. За он или против. Если правильно эту информацию. Потому что я считаю, что если бы это не было так засекречено, не было это так все скрыто, я думаю, у людей не очень сильно поменялось. Мать жука, которого казнили, она даже сама говорит, я не помню, как я голосовал, за смертную казнь или против. Оно внизу каким-то маленьким текстом, я, говорит, машинально поставил, но я никогда не думал, что это так жестоко, это так бесчеловечно. Оно вообще сказывается, если с этим никто не столкнулся, он этого не поймет. Поэтому мы же, ну, просто, мое цель людям, чтобы они знали, что это такое. Как это происходит. А дальше, ну, кажется, человеку это сам, по идее, решать. Самому не против.